всем хай с вами юджин я приветствую вас всех друзья на этом замечательном надеюсь для вас канале и сегодня мы будем с вами играть в игру ori and the blind forest давно вы здесь ребят или впервые не важно потому что одинаковая рад вас всех видеть и рад что вы составите мне компанию в этой игре это прекрасная игра я знаю что она довольно таки страна 15 года по моему но я очень я всегда хотел на самом деле и пройти вместе с вами но почему-то все время обкладывал это в долгий ящик и вот наконец-таки создал небольшой опросник в на ютюбе и спросил поиграть в эту игру или в другую и большинством было определено что мы будем играть вместе с вами в нее и это мы сейчас и будем делать собственно чтобы вы сразу понимали я уже чуть-чуть поиграл в эту игру именно поэтому не пришла идея в голову думаю ну ладно если мне так нравится давайте попробуем нее вместе поиграть с вами мы с вами пройдем целиком и полностью и как раз таки если нам очень зайдет а я думаю нам очень зайдет и скоро выходит ori вторая часть я не помню как называется но в общем она скоро выйдет в марте и и я точно хочу поиграть в нее вместе с вами а значит нам нужно как-то чтобы быть в теме истории все вместе мы пройдем ее вот сейчас первую часть давайте приступим начнем и будем играть на нормальном я нормальный пацан вот играю на нормальном окей окей все началось с молнии мы навсегда запомним ночь ночь величайшая из бурь ночь когда исчез ори ори это получается такой некий фрукт который рос на дереве ну или цветочек лепесточек маленький лепесточек словно рождение сейчас нам показывают да а что если мы все все наши души растут на таком эдаком мрачном дереве и когда они поспевают они отрываются от него и помещаются вот в этот хаос который нам сейчас показывают то бишь наша жизнь и наша задача задача нас всех при жизни превратить хаос в порядок и когда мы это сделаем жизнь считается завершенной путь души считается завершенным вот он маленький пузанчик который кто это такое ласточкино гнездо как я не знаю кто это такой в общем какой-то милый пузанчик собственно это та часть которой я посмотрел да я им по бы побегал попрыгал и кайфанул потому что игра согласитесь это просто маленький шедевр или огромный не знаю как хотите вот мы нашли а вот и он ори и вместе с нару ушел мой свет словно брошенное дитя ну смотрите рисовал себя на камне видите себя и ори так он проснулся окей мы сейчас будем им двигаться да о да все мы играем есть тогда был джампа нету что мы умеем делать ничего пока не умеем делать а и как прекрасно как красиво да давай руку все вы и прикольно прикольно как мультик смотришь как будто бы все это дерево мы отхавали скорее всего значит что там поспела да все что там нам нужно перебраться на ту сторону а они все деревья дальше все мы все сожрали вы короче расхитители леса вроде бы все так доброе и мило на самом деле мы просто объедаем весь лес получается тут мы долго работаем день и ночь мы пашем и делаем строим уровни для игры наконец-таки мы добрались мы проглодались слишком беззаботная жизнь до такого не бывает вот началось началась шляпа какая-то все можем идти поперли несем домой в ту судьбоносную ночь мне нравится повествование когда сами небеса пылали но ори не слышал мой зов зов дерево да это как бы его родитель истинный так что что это что там это опасно ты эти опасные гаммы излучения или что это все мы спасены давите-ка это энергия странный поток энергии идет все завяло блин нас лишили хавчика неужели надежда не осталось кей пойдемте проверим как там последняя апельсинчик наверное да последний апельсинчик нет надежды нету друзья мои вот как я люблю инди индустрии вот вот такие вот штуки просто берут и делают сидят такие люди давайте сделаем прикольную игру текло беспощадное время последние последние остались фига он проворный нет жизнь становилась тленом короче нам есть совсем нечего осталось последние когда лес не мог видеть а он сделал вид что он не голоден последний отдал ему теперь иори решил что-нибудь сделать тоже для имя вроде не сказали вроде не сказали но если я пропустил нару нет не она хорошо он забрался таки вот вроде бы да набрал много фруктов но надежда показалась вновь то есть он набрал много фруктов да но они все равно будет сейчас скоро мы их съедим и все и начинается снова решать этот вопрос чё хавать оба видели чуть на переднем плане сейчас на меня нападут да вот тогда а Оно пожертвовало собой Знаете, такой сейчас флешбек у меня был в Undertale И снова сирота Без единой причины остаться А, окей, это мы управляем В поисках моего света Слабый, грубкий Так, а я должен лезть, да Окей Когда лишь тишина была ответом на мольбы И казалось, надежда угасла совсем Когда мой малыш совсем ослаб Хорошо сделали момент Очень хорошо Так, проникновенно И спустил последний вздох Он умер Мой свет оживил, Ори И зажглась заря Новой эры Игра сохранена Ого, прикольно У него связь с этим деревом Блин, какой крутой момент был Видимо, мы можем играть Да Посмотрите, какой энергичным мы стали Уи Блин, эта игра Одно сплошное эстетическое удовольствие Что там было написано? Удерж... Что-то удерживайте, спейс. А, я понял. Пробел удерживаешь и выше прыгаешь, да? Да. Окей, хорошо. Удерживайте S и нажмите пробел, чтобы перепрыгнуть с платформы на платформу. Перепрыгнуть? Нет, это... Вот, это спуск означает перепрыгнуть. Ух. Это будет опасное падение. Я не хочу упасть на эти шипы. Сюда, в эту сторону. Ой. А вода опасна? Опасна? Окей. Орень умеет плавать. Что это? Что это такое? Как это юзать? Нельзя юзать. А-а-а. Вы нашли осколок жизни. Соберите их, чтобы восстановить жизненную силу. Окей, хорошо. Это жизненная сила, понятно. Вы нашли ячейку энергии. Максимальный запас энергии возрос. Помните, что при помощи энергии можно создавать духов, духовную связь и сохранять игру. Ага. Нифига, столько всего можно делать одну ячейку. Удерживайте Е, чтобы создать духовную связь и сохранить игру. Окей, удерживаю. И у нас нету ячейк больше. Это типа мана. А, и видите, вот она набирается, да? Да, она сейчас наберется и у нас снова появится. О, блин! О, блин! Ха-ха-ха. Внезапно. Вы нашли духовный свет. Заполнив вот эту штуку, вы получите очко умений. Очко умений. Вы нашли осколок энергии. Осколки энергии восполняют силу ячейок энергии Ори. Не думал я, что... Я думал, это будет просто платформер без особых сражений. Каких-то там, кто просто прыгаешь на что-нибудь. Вы нашли маленький сосуд с духовным светом. Духовный свет добавлен в ваш инвентарь. Видимо, найдите другие сосуды с духовным светом, чтобы быстро наполнить очки умений. Мне еще чуть-чуть осталось. В самой чаще леса Ори нашел утерянное. Нажмите, чтобы взять крошечный свет. Моя сила возвращается. Я Сейн, свет и глаза... Свет и глаза, господи, древо духа, простите. Когда она ослабила объятия, я потерялся в лощине. Возьми меня с собой, и я буду указывать тебе путь. Замри. Ты слышишь? Они, должно быть, следовали за тобой. Мама! Несколько раз нажмите кнопку, чтобы применить духовное пламя. Окей. Вот он, тварь. Ага. Несколько раз нажмите, все. Вот так мы долбим наших врагов. Вы получили очко умений. Как? Как нам его? Я что-то не прочитал. Так. О, смотрите, у нас карта здесь есть какая-то. Видите? Вот мы уже столько преодолели всего. И у нас впереди, видимо, там будет целая куча, да? Большущая карта. Ладненько. А чё ты... Чё толку с этих очков умений? Как мне их применить? Ой, блин! Ой, блин! Смотрите, кацанул. На одну сферу меня кацанул. Всё, сдох. Подбираем и лечимся сразу. О, май гад! О, май гад! Их свет вернётся ко мне. Так однажды сказала Древо Духов. Мы найдём его в роще за пещерами. Впереди есть тропа. А, вот то самое Древо, да? Которое нас оживило. Оно вот здесь. Это нам нужно... Идти... Вот сюда. А, ну окей. Недалеко. Найдите Древо Духов. Окей, хорошо. Смотрите, штука подсвечивается. Мы можем её долбить. А-а-а. Добываем очки таким образом. Нажмите Е для доступа к Древу Умений. Вот оно! Вот как мы можем... У-у-у! Сколько тут всего интересного. Итак. Требуется одно очко. Быстрое пламя. Позволяет трижды выстрелить пламенем до того, как потребуется перезарядка. Духовное притяжение. Позволяет Оре автоматически собирать большинство ресурсов. Зажечь вновь. Позволяет повторно использовать духовные связи и сокращать время перезарядки. Так, у меня их два. Я думаю, пламя сделаем. И... А, у меня одно точное. Чё-то я... Хорошо, всё. Мы можем всё это уничтожать. Забавно, да? Мы такие все за добро. И при этом мы убиваем жестоко этих существ. Потому что они недостойны жизни. Мы так решили. Чёрт, одна штучка упала. Смотрите, эта тварь какими-то иголками пуляет. А, ну вот, кстати. Мы и можем теперь проходить вот эти вот препятствия. Рож. Колодцы духов это древние сооружения, через которые можно было бы... Было бы быстро путешествовать по Нибелю. Кроме того, если вы устали, свет колодцев духов также восстанавливает вам силу. Нажмите, чтобы сохранить. Игра сохранена. Здорово. А, интересно, а чё там? Это какая-то тайна. Ладненько. Вот эта штучка. А, ну это типа... Так, нажмите, чтобы прыгать выше. Это джампад. Тихонечко, чтобы нас не кацанули. Вообще мы довольны... О, смотри, чё там такое. Ага. Решили сныкать. О, смотрите вот эту штуку. Вы получили очко умений. Значит так. Нам нужно найти то место, где мы сможем опять... Где будет доступно древо умений. Хорошо, сюда, сюда, сюда. Это мы как раз таки идём по квесту, да? Как будто вниз попасть. Ой. Ой, осторожней. Ну-ка здесь мы можем спуститься? Не можем. Интересно. И как же это там... Как же туда получить доступ? Чтобы... А-а-а! Всё, я понял. Вы нашли каменный ключ. Блин, сколько всего! Каменные ключи отпирают врата духов. Помните, что каждым вратам духов потребуется своё количество каменных ключей. Окей, я понял. Ну-ка, что-нибудь здесь есть? Нет, больше ничего нету. Ну и, кстати говоря, мы, получается, можем... Ну-ка, давай, цепляйся. С помощью неё... Вот сюда перебраться. Ух. Мы должны миновать пещеры духов, что лежат за этими воротами. Мы, кстати, один уже, получается, нашли. Осталось ещё один. О, смотрите. Враг зареспаунился. По сути, мы можем бесконечно вот так вот добывать энергию. Ну, видимо, да. А вот и второй. Слушайте, пока что мне очень прёт игра, если честно. Она такая спокойная и в то же время драйвовая. Готовьте сразу, что это будет такой простой ламповый летсплейчик. Я буду в своё удовольствие играть. Итак, смотрите. Верхние трясины, норы межчёрных корней и пещеры духа. Давайте сначала пойдём туда. Я понимаю, что это не по квесту, не по сюжетке совсем. Но мало ли, что интересно будет. Слушайте, мы на таком расстоянии можем... Опа, там какой-то кристальчик. Во. Эй, мы... Короче, мы пока это не можем сломать. Вон враг. А, он меня спалил. Окей, дальше идём. Чё у нас тут? О, какая интересная штучка. Вы нашли ячейку жизни. Теперь вы можете накопить больше стойкости. Найдите ещё ячейки жизни, чтобы повысить свою живучесть. Ага, у меня их теперь четыре. Так, и... Вот это прям прямой проход наверх к этой штуке. Нам сюда не нужно. Точнее, нам сюда нужно, но мы не можем туда прыгнуть. Ладно, пойдёмте теперь... Куда нам нужно по квесту. Окей, в принципе, пока не сложные враги. Можно их легко дубасить всех. Пещеры духа. Можем вниз спуститься. Да, мы это обязательно сделаем. Нужно ещё две штучки таки найти. Окей, нам вниз. О, кстати, видели, как эта иголка пошла? Надо быть аккуратней. Они рандомно всё время выстреливают. Как много... Как много колючих здесь. Как в детстве прям, когда играешь в какие-нибудь прятки в поле. С каким-нибудь огромным волосатым мужиком. И пытаешься от него спрятаться. Он за тобой бежит, такой... Я тебя поймаю, тварь! А ты такой... Надо спрятаться в поле. И там такие... Как его? Колючки такие в поле. Такой, ай, как неудобно. Лучше бы я не прятался. Ладно, это шутка. Дурацкая шутка. Я знаю. Вот! Вот опять эта штука на переднем плане. Я люблю дебильные шутки. Вы уже должны были это знать, если вы давно меня смотрите. Погодите. Что-то так много ответвлений начинается. Я путаюсь. Вот. Судя по всему, здесь какой-то секрет. Давайте посмотрим на секрет. Здесь секрет. И вот там секрет. Полно секретов вокруг. Ну-ка-си. Ой! Вкоцал меня. Нифига себе, тварь. По-любому здесь будет... У-у-у-у. Секрет. Пори, это каменная карта. Один из древних указателей, предназначенных составлять карту Леса Нибель. Не хватает одного кусочка. Найдем фрагмент каменной карты, сможем его починить. Окей. Стоп. Вставить? Ну да, не можем. А, вот он фрагмент. Это не фрагмент. Это для тех ворот. Посмотрите вот на это. И чтобы туда попасть, ему нужно как-то вот здесь пройти, но... Вода. Но вода. Она же блевотная, фиолетовая. Получается, мы когда-то сможем в нее проникнуть, да? Каким-то образом. Ну-ка. Поскольку враг появился, давайте-ка добудем его побольше. Побольше маны. Сейчас у нас будет новое очко умений. Посмотрите. И кристалл спаунится. Все спаунится. Все спаунится. Есть! Новое очко умений. Давайте-ка сохранимся. И, о, видите, я совсем недалеко отошел. Два у нас. Два у нас очка. Отлично. Духовное притяжение. Прикольно. И зажечь минут. Давайте прям по порядку. Пойдем. Все, есть. Ладненько, хорошо. Тогда... Сейчас мы не вниз. О, блин. Кратишка. Вниз пока не пойдем. Пойдем налево. Кстати говоря, видите камень? Такой же камень, который вот мы, да, могли толкать. Вот сразу видно, где что-то спрятано, да? Ага. Ага. Я туда не могу. А, мне нужно с этой стороны пройти. Кстати, мы уже совсем далеко ушли от нашего квеста, от нашей точки назначения. Давайте-ка попробуем. О, видите, вниз зажимаешь и видишь, что там. И я вижу, что мы оттуда тупо не вернемся. Нет. Нет, 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 нет. Давайте пока не будем. Погодите. Нет. Я теперь не могу. Я не могу вернуть. Блин, мне только вниз получается. Вот это отстой. Я, блин, не все. Я не знаю, куда я иду. Вообще не по квесту. Я нарушил все правила. Вообще в какую-то сраку спускаемся. О, видите? Теперь зу... Да, вот теперь я, получается, магничаю все предметы. Это удобно. Вон там секрет какой-то. Были те, кто питали надежду. А, это мы идем правильно. Это так и надо было. Когда она терзала и убивала. Это какой-то большой Ори. Совсем не мы. Он умер. Свет Древа Духов живет во всех нас. Он дарует нам жизнь. Он питает наш рост. Когда он воззвал к тебе много лет спустя, враг преследовал, истязал и убивал нас. Теперь остались только эти Древа Предков. Подойди и почувствуй свет Духа Фила внутри его. Получается, это... Тут умер еще один Ори. И... На месте него выросло дерево. Нажмите, чтобы поглотить свет. Вы освоили прыжок на стену. У-у-у-у-у. Чтобы использовать это умение, используйте стрелочки в направлении стен и без перерыва жмите пробел, чтобы прыгать вверх. Как это интересно. Духовная связь готова. Ну-ка. Ха! Нифига себе, как круто. Вы нашли ячейку энергии. А, теперь у них две. Прекрасно. Максимальный запас энергии возрос. Помните, что при помощи энергии можно создавать духовную связь и сохранить игру. Я помню. Давайте сохраним игру. Вот! Теперь у нас доступны вот все вот эти вот... Все вот эти вот места, которые были недоступны до этого. Кайф. Ну-ка, как мне забраться? Давно здесь их. Раз, раз, раз. И... Налево. Раз, 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 раз. По сути... Ой, блин! По сути, мы теперь можем куда хочешь пробраться. А, колючка. Аккуратней с ней. Погодите, а я могу вот просто... А, видите, я сползаю потихонечку. Поэтому надо постоянно прыгать. Ладненько, аначе нам можно пойти вот сюда. Пойти вот сюда. Давайте. Давайте пойдем налево. Ой, блин. Все. Отмочил, тварь. Возможно, она убила предыдущего Ори. Ой, блин! Они же спаунятся. Они... Видели? Она кританулась об эту штуку. Прикольно, что так постепенно становятся доступны другие штуки нам. Я так понимаю, этот камень понадобится. Ой, блин! Что я делаю? Хорошо. Эта игра превращается в такой легкий пазл. Да, наверное, так. Полоса препятствий, видите, начинает появляться. Как они так проходят через пол? Я не понимаю. А, нет, это механизм, который сбоку устроен. Первая. Первая эта штука. И вон, видите, наверху. Забирай. Молодец. Стоп. Удерживайте шифр, чтобы брать и перемещать. Да. Понятненько. Там какая-то была штука интересная. Ой. Что это? Найден фрагмент каменной карты. Окей, принесите его к каменной карте, чтобы открыть карту. Карту этой местности. Очень много слов карта в одном предложении. Где эта фигня? Где она была? По-моему, вот здесь, внизу. Да. Вот она. Окей, фрагмент восстановлен. Теперь же. Уф. Нифига себе. И вон, смотрите, какое-то место в самом начале игры, которое нам недоступно. И вот. И вот можно пройти. Блин, как все это интересно. Ладно, но я не хочу, если честно, ходить по... Вот так вот много. Пойдемте. Погодите. Тут же что-то было, по-моему. Можно было куда-то... Нет, нельзя. Пойдемте теперь... Вот сюда. Фигасе, какой нам путь предстоит. Это все совсем непросто добраться до того дерева. Окей, подохните, твари. Вы недостойны жить. Я решил. Я решил так. А, ну, собственно, мы нашли два фрагмента. Теперь мы, да, нам доступны эти ворота. Есть. Хороший прогресс. Опа. Опа, прикольно. Я так понимаю, это опасно. Хоп. Хоп. Молодец. Да, блин. Так. Уху. Ой, мама. Ой, мама, я даже эту штуку еще не сделал. Охо, блин. Нам надо почаще сохраняться. Офигеть. Она прям не делает никаких чекпоинтов. Ты сам за этим следишь. Ой, блин, современные игры меня разбаловали. Наверняка вы тоже почувствовали это, когда первый раз играли в эту игру, да? Если вот вы играли в нее. Вы надеетесь на то, что игра все сделает за вас. Ой, как мне этого не хватало. Это вызов. Твою мать. Это вызов к моей лене и тупости. Пора бы я всего этого лишаться. И начать играть как про. Как когда-то мы играли в моем детстве. Просто тебе игра под стилочку не стелит. Играешь сам как можешь. И думаешь обо всем. Несешь ответственность за все. Как в жизни реальной. Сейчас, секундочку. Оп, уберу. А, это мы потом туда вернемся. Но погодите, мы можем два раза заработать на этом. Почему бы и нет? Давайте так сделаем. Поскольку вы уже этот фрагмент видели, я сделаю склейку в том месте, где я сдох. Все, я добрался. Давайте делаем сейвку. Окей, все. Мы можем теперь вздыхать. Сколько нам влезет? Надо быть просто чуть поосторожнее здесь. Чуть поаккуратнее. Вот как-то так. Вот, хорошо. Смотрите, еще один фрагмент. И, ты понимаешь, мы будем постоянно эти фрагменты искать, да? В этом суть. Да, вот второй фрагмент. Близко друг к другу находятся. Секунду. О, это снаряд быстрее летит. Ух, ух. Хорош. Евгений смог. Только Евгений и может. Сюда мы никак не пройдем, да? А вот здесь. Посмотрите, как они сделали. Сволочи. Сволочная ты штука. Кто тебе вообще вырастил в такое-то поганое растение? Ой, блин. Ой, блин. Ой, блин. Что-то я занервничал. Надо быть аккуратней. Как-то так. А-а-а. Видите, где фрагмент? Ух, требуются тонкие... Тонкие мастерские ручки. Это у меня такие. Поэтому сейчас я все замучу. Ой, блин. Аккуратней. Блин, давно в платформеры не играл. Немножко пальчики отвыкли. Вот все эти вот манипуляции делать. Хотя я играл в похожие игры. Ну, вот по механике. Там об дверь и так далее. Об стенку. Супер Мидбой, например. Но там вся эта фигня тоже нужно делать ее. Так, хорошо идем. Ой-ой-ой-ой. Аккуратненько. Сразу два одновременно, что ли, летит? Вы что, офигели? Нет, все нормально. Все нормально. Есть, смог. Раз, два, три, четыре. Прекрасно. Слушайте, а мы, в принципе, проделали такой большой довольно-таки путь. Мы, кстати, пришли. Они нашли меня мрачным, спящим, неподвижным. У-у-у, какое большое дерево. Мы рассказали ори историю его ошибочного стремления. Ори, древо духов. Должно быть, из последних сил тебя спасло. О, нифига себе. Подойди и выслушай нашу историю. То была ночь церемонии света. Наш свет был ей ненавистен. Ей? Я вас звала к Оре, но мое дитя не явилось. Блин, прикольно. Как будто аватар смотрю. Ооо, хо-хо-хо-хо-хо. Оно просто нахрен всех выносит. Это сова. Посмотрите, какая тварина. Куро похитила Сейн. И нам пришел конец. Эта птица, это Куро. А Сейн, это сфера, получается. Где-то мы должны будем отыскать эту сферу. Свет древа духов коснулся тебя. Он доверил тебе нашу судьбу. Теперь слушай внимательно. Ты должен понять. Древо духов питало три элемента света. А они, в свою очередь, поддерживали гармонию и хранили нибель. Или нибель, я не знаю точно правильно. Отбет. Нибель, наверное, да? Элемент ввод на вершине древа Гинза. Элемент ветров в глубине руин форло... Форлорно. Элемент теплоты под магмой горы Хору. Три элемента, получается. А мы как... И должно быть четыре. Чтобы восстановить нибель в его прежнем величии, нужно вновь разжечь их свет, пока не поздно. Первый из них мы найдем за паучьей бухтой. На дереве, где раньше текли воды. Окей. Первое вот это вот нам нужно будет сделать. Хорошо. Смотрите. Иглистое болото один процент. Это, как мы, от карты, да? Или от игры мы прошли. Хорошо. Новое задание. Найдите древо Гинза. Хорошо. Нашли. Теперь мы еще сделали сейвку. И, я думаю, здесь мы с вами сделаем паузу и продолжим играть в следующий раз. Я, короче, хочу запустить регулярный вот этот летсплей по этой игре. Чтобы он прям часто выходил. Поэтому не уходить далеко. Смотреть в другое место эту игру. Или играть самим, не дай бог. Нет. Самый натуральный продукт, самые лучшие эмоции будут именно здесь. Ладно, на самом деле, делайте, что хотите. Но я буду очень рад, если вы шлепнете пару лайков. И поставите пару тысяч лайков. И поставите пять тысяч лайков. Будет все очень, мне это радостно. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам нравится моя атмосфера, то оставайтесь со мной. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые эпизоды по этой игре. Или любой другой игре, которую я сделаю. Также и угарные прохождения тоже будут очень скоро. Прямо следом пойдут. У меня еще Грэнни есть, которые надо пройти. У меня еще есть... Что там? Я еще играю. А что-то я там еще играю, я уже не помню. Вот. Я стар. И память уже не та. Короче. Огромное всем спасибо. Все ссылки вы знаете где. В описании. И буду рад приятному комменту. Пишите ваши мысли по поводу этой игры. С вами Юджин. И всем пять. Пишите ваши мысли. Продолжение следует...